МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. И сегодня мы расскажем. Из 40 мотоциклистов 8 привлекли к ответственности. ГАИ провела рейд по соблюдению скоростного режима водителями двухколесного транспорта. Уникальный случай. 400 из 400 возможных баллов. Лучшим выпускникам вручили стобальные сертификаты. Новые имена и достижения доску почёта обновили в Октябрьском районе Гродно. Биография Карбышева, его семья и гибель. Обновлённую экспозицию школьного музея открыли в областном центре. Лучшим выпускникам вручили стобальные сертификаты. 400 из 400 возможных баллов на ЦТ набрала школьница из Лиды. 100 баллов по математике, физике и белорусскому языку. Ещё 100 за средний балл аттестата. Анастасия Бильть стала третьей школьницей за всё время существования централизованного тестирования, которая смогла получить максимальный балл по всем предметам. В планах у девочки поступить в БГУИР на специальность информатика и технологии программирования. В прошлом году проходными на это направление были 362 балла. Конечно, отдыхала. В подготовке важно не только учиться, но также и отдыхать. Иначе можно замучиться, если сидеть целыми днями над учебниками. Поэтому я также и отдыхала, гуляла. Я готовилась к этому год, по некоторым предметам даже два года. Я очень рада, что смогла достичь такого результата, что у меня всё получилось. Традиционно торжественное награждение абитуриентов, набравших высшие баллы на централизованном тестировании, прошло в стенах Купаловского университета. 32 выпускника со всей Гродинской области получили свои сертификаты. С 18 июля во всех вузах страны начинается вступительная кампания, которая продлится до 8 августа. Мы, ещё раз повторю, ежегодно обновляем перечень специальностей. Хочу заметить, что те специальности, которые мы открываем, открываем первую часть во взаимодействии с нашими работодателями. С теми, куда наши студенты будут распределены. И именно их интерес, именно их заказ является основой для формирования перечня того, то есть специальности, которая есть. 40 мотоциклистов проверили, 8 привлекли к ответственности. Гродненская госавтоинспекция провела рейд по соблюдению скоростного режима водителями мототранспорта. Результаты оставляют желать лучшего. Вместе с тем, на днях в областном центре выписали административное постановление мотоциклисту, создавшему аварию в Гоже в марте этого года. Владельцу двухколесного транспорта теперь грозит от 5 до 20 базовых величин с лишением права на управление. Почему мотоциклисты продолжают нарушать и что это влечет за собой, узнавала наша съемочная группа. Дмитрий Пилипчук своего двухколесного друга знает до последнего винтика. За рулем мотоцикла вот уже 8 лет и почти каждый день в сезон выбирается на нем в город. Ситуацию на дорогах знают лучше, чем кто-либо. Опасности, говорит мужчина, мотоциклистов поджидают фактически за каждым поворотом. И это не метафора. Если говорить о вождении, одну из ведущих ролей здесь играет опыт. Надо начинать с маленьких мотоциклов и заканчивать с большими, такой как у меня, то есть мощными мотоциклами. Но к ним надо приходить. Люди разные, то есть девушки, парни, они серьезные, они ответственные, то есть более, скажем так. И у них, ну, то есть есть дух. Вот этот самый. У каждого, причем свой, свой индивидуальный дух. Человек как мотоцикл. То есть получается разные классификации, то есть, да, мотоциклы. И каждый подбирает из себя мотоцикл. Правил в управлении двухколесным транспортом придерживаются далеко не все. Если в дело вступает и самоуверенность, шансы на аварию возрастают вдвое. Неосторожный маневр, невнимательность, превышение скорости буквально на 20-30 км в час. Для некоторых и не нарушение вовсе. А вот для других это может стоить водительских прав, телесных повреждений или даже жизни. На днях Гродно вынесли административное постановление мотоциклисту, в вине которого в марте произошла авария в Гоже. После выполнения маневра обгона мотоциклист возвращался в свою полосу для движения. Однако допустил попутное столкновение с мотоциклом такой же марки. После чего опрокинулся и допустил столкновение с большегрузом «ДАВ», который двигался по полосе встречного движения. После чего мотоциклисты с травмами бедра и левого локтевого сустава доставили в учреждение здравоохранения. За создание аварийной ситуации 30-летнему мотоциклисту грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права на управление транспортным средством. И это один из самых лояльных исходов. Только за этот год в регионе произошло 12 учетных ДТП с мотоциклистами, в которых 16 человек пострадали. Семи случаев виновниками аварии становились именно водители двухколесного транспорта. Чаще всего причинами дорожно-транспортных происшествий являются то, что водители механических транспортных средств автомобилей не пропускают мотоциклистов, двигающихся прямо при повороте налево. Такие ДТП мы наблюдали и в населенных пунктах, и в областном центре такие автоаварии, и мотоаварии были. Это первое. Второе – это не справился с управлением мотоциклист, такая формулировка. И третье – это водитель обычного автомобиля не уступает дорогу при выезде со второсипенной. При этом виновниками аварии чаще всего становятся не опытные мотоциклисты, а так называемые случайные. Те самые смельчаки, что нередко под действием алкоголя, как позже установит экспертиза, решают проверить свои силы и садятся за руль. Скорость – главный участник дорожного движения. Именно она определяет безопасность. Мотоциклы в черте города, как и любому другому транспорту, разрешено разгоняться до 60 км в час, не больше. Но вот владельцам двухколесного друга нужно помнить еще одно очень важное правило. Они должны постоянно следить за дорожной обстановкой, больше, чем даже водители машины или пешеходы, и уметь быстро среагировать на сложившуюся ситуацию. Сотрудники дорожной службы в Гродно провели рейд по соблюдению мотоциклистами скоростного режима. В центре города проверили 40 мотоциклистов. К ответственности привлекли 8 водителей. Каждому напоминали – удачно выбранная скорость и соблюдение простых правил ПДД – залог безопасной езды. Ведь от водителя зависит не только собственная жизнь. Анна Соловей, Алексей Сокута. Новости. Гродно+. Доску почета обновили в Октябрьском районе Гродно. Свидетельства получили почетные граждане и предприятия, которые внесли весомый вклад в развитие областного центра. Независимо от возраста и профессии. Сменили и локацию. Если раньше доска находилась внутри здания, то теперь она украшает главный вход в администрацию. Со дня становления Октябрьского района в его историю было вписано много имен. Сегодня страницы дополнили новые. Всего представили 18 номинаций. Почетное место на доске теперь занимает и фотография семьи Юхник. Для супругов это не только знаково, но и ответственно. Вместе Андрей и Ольга 15 лет. Все это время они поддерживают друг друга, идут к общей цели и участвуют в различных мероприятиях, которые еще больше их объединяют. Совсем недавно они стали победителями районного конкурса «Семья года». Нас подготовили к этому конкурсу. Очень много времени отдали после работы, старались. И все было плодотворно. В принципе, результат налицо. Мы стали победителями и будем далее прославлять наш любимый, горячо любимый район. С рождением первого ребенка как-то все сначала трудно, второй, третий. И как-то все это идет в любви, в согласии, в помощи друг другу. И все получается. Вот. В гармонии, в любви. Вот это самое главное. Детям помогают. В понимании, да. В понимании друг друга. Вот. Да, это труд, но это стоит того. Доску почета традиционно обновляют к первому мая, но в этот раз решили сделать исключение и провести торжественную церемонию в канун важной даты – Дня освобождения Гродно. Здесь появились новые номинации социальной направленности. Это лучший социальный работник, это лучший участковый, лучшая работа с молодежью на предприятии, это лучшая добровольная дружина, ну и некоторые другие номинации, это как лучший предприниматель года. Поэтому мы считаем, на доску почета занесены самые лучшие предприятия, самые лучшие люди, которые вносят большую влепту в развитие нашего любимого города Гродно, который вот завтра отмечают, да, тут День освобождения. Обновленную экспозицию мемориального музея Дмитрия Карбышева открыли в Гродненской школе номер 15. Обнародовали детали биографии героя, сведения о его семье и подробности гибели советского фортификатора. Зал оформили из двух комнат. В первой можно больше узнать о том, как родился и рос патриот. Во второй – прочувствовать весь ужас прошлого, который ему пришлось пройти. К примеру, один из разделов музея так и называется – «Карбышев в немецком плену». Здесь использованы панорамные фото и декорации в виде товарного вагона для доставки узников в концлагерей. Есть личные вещи и предметы заключенных – чемоданы, часы, драгоценности, обувь, одежда, очки, полосатые пижамы. Впервые музей был открыт в 1980 году к столетию со дня рождения Дмитрия Карбышева. Но жизнь не стоит на месте. Пришло время обновить экспозицию и сменить формат на современный. Начали мы экспозицию с семьи, посвятили целую комнату музейную семье для того, чтобы показать, как роль семьи вообще влияет на становление личности, на патриота, на героя. Следующая экспозиция у нас уже непосредственно связана с его героическим поступком. О непростой судьбе Дмитрия Карбышева вспоминали на школьном дворе он прошел ни один концлагерь, не был сломлен духом, остался верен патриотизму и воинскому долгу. К памятнику героя возложили цветы. Дмитрий Михайлович участвовал в Первой мировой войне, а сначала Второй мировой инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 68-го Гродненского укрепленного района. В 1945 году был убит в плену в концлагере. Посмертно Дмитрию Карбышеву присвоили звание Героя Советского Союза. В Гродно в его честь названа улица и 15-я школа. Много достойных личностей, легендарных людей в истории нашей страны. И как важно сегодня, и не только сегодня, в год исторической памяти, и не только в год исторической памяти, увековечивать имена этих людей. И на подвигах этих людей учить наших молодых ребят. Очень радуется сердце от того, что такие объекты появляются, возобновляются. Пока мы чтим, пока мы уважаем, пока мы увековечиваем, у нас есть настоящее будущее. В Гродно поздравили ветерана, участвовавшего в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Когда начиналась война, Зинаиде Судаковой было 16 лет. Тогда она только закончила второй курс училища. Женщина прошла всю войну, помогала, как могла военным, ходила на противотанковые завалы, пилила деревья. В 1944-м участвовала в боях за город, и с тех пор Гродно стал для нее домом. Трудности ветерана не пугают и теперь. Я хочу сказать, организм закалился. Трудностей не боюсь никаких. Только оптимизмом. Только своей головой и своей натурой. настырной быть, уверенной, что ты можешь, что ты справишься, и все будет хорошо. Поздравить ветерана пришли дети из средней школы номер 3 имени Виктора Усова. Женщина каждый год приходит к ним, чтобы рассказать о войне и о том, как тяжело доставалась победа. А школьники в ответ навещают и поздравляют с каждым праздником. Я хотела пожелать здоровья долгих лет и сказать ей огромное спасибо, потому что мы можем жить спокойно благодаря ей. Я много раз ее встречал и много раз поздравлял, но это все равно большая честь для меня поздравить ее еще раз. Достаем с полок кофты и зонтики. Середина лета прохладная и дождливая. Полная противоположность тому, что было в прошлом году. Тогда синоптики фиксировали небывалые температурные рекорды. В эту субботу будет пасмурно, всего лишь плюс 15-17 и дождь. Кстати, его обещают всю ночь субботы на воскресенье. В последний выходной также будет дождливо и до плюс 18. Внимание водителей и пешеходов! С 9.30 до 11.00 в субботу 16 июля будет временно запрещено движение транспортных средств по улице Дзержинского на участке от улицы 1 Мая до улицы Социалистической, улицы Социалистической на участке от улицы Ажешко до улицы Карбышева в площади Антония Тизенгауза. В субботу, 16 июля на летней сцене в парке Жилибера пройдет городской фестиваль народного творчества ветеранских коллективов. Начало в полдень. Он приурочен к празднованию 78-й годовщины освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. В драматическом театре очередная премьера, основанная на реальных событиях истории, в которой любовь и семья и долг перед Родиной являются жерновами для героев, рассказана на грани слез и сатиры. Не пропустите премьеру спектакля «Трибунал» 16 и 17 июля на сцене драм-театра. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова